Профилактические беседы на тему противодействия идеологии, экстремизма и терроризма, вред алкоголя, наркотиков – одни из распространенных, которые ведутся в молодежной среде. Лекторская группа при администрации города провела встречу со студентами филиала Дагестанского государственного университета, в составе которой представители администрации, сотрудники правоохранительных органов, общественные и религиозные деятели. В самом начале встречи заместитель директора по учебной части Мирзя Мусеев сказал, что затронутые темы регулярно подлежат обсуждению и современное поколение должно стремиться извлекать для себя пользу от подобного рода встреч. А как бороться с этим злом? Как вести себя, когда вы видите рядом, который употребляет те или иные вещества? Вот так, если у вас не хватает, будем говорить, силы, не хватает только физической силы, надо только воздействовать на них умственно, чтобы он осознал, что он не так ведет себя, этот молодой человек. В своих выступлениях участники лекторской группы отмечали, что в современном обществе для молодежи изменились морально-нравственные ценности. Нынешние поколения все больше подаются влиянию погубных привычек, которые влекут за собой неблагоприятные последствия. После учебы, скажем, в свободное время или после учебы, окончания учебного заведения, у них тоже еще, когда не сформирована своя работа где-то в органах или где-то в своих местах, где-то нет работы, да, скажем, в свободное время, те, которые бездельничают, и в то время они могут попасть не в те линии, которые связаны с экстремизмом, скажем, связаны, которые с харамом, которые может от незнания человек, который может попасть, который приносит вред обществу. По словам руководства образовательного учреждения, беседы и встречи со студентами, с представителями разных сфер деятельности проводятся на систематическом уровне. Диалоги на разные социально значимые темы приносят положительный результат. Студентам удается посредством непринужденного свободного общения получить ответы на все интересующие вопросы. Расол Гаджио, Бика Сулейманова, Абдул-Алиев, информационная программа «Пульс».